Ну, в школе так. Хорошо. Вот сегодня проводит мастер-класс Крас Тубанев. Крас Тубанев – преподаватель в университете Дарома на факультете богословия. И его главная тема – это патристика. То есть это писание святых отцов в раннюю периоде христианства. Крас Тубанев – теема он патристика – это пюад и сяды лопатус. И когда мы договаривались с ним приездить, то есть мы все-таки поправили. Как-то связать его тему с образованием. И он предложил очень интересную тему о том, как христиане еще во времена языческого, как-то неизвестного, классического системы образования. И этот вопрос был очень актуален, потому что мы следим как классическое системы образование, так и мы следим как христианские парадемии, христианские традиции. И, конечно, в том числе, как христианские парадемии, как христианские парадемии, эти парадемии были очень важны. Поэтому мы не будем занимать много времени у нашего ведущего. И только может быть объясню, какая форма или ты сам объяснил? Спасибо. Прекрасно. Да, можно начать. Спасибо, Ирина. Спасибо, что пригласил. Я очень рад здесь с вами быть. Я знаю, что самый тяжелый момент преподавать это после обеда. Я не буду преподавать. Это значит преподавать, как если у меня есть что-то, что у меня есть, и я это вам преподаю. Это не будет сегодня. Это не будет сегодня. Я вас поставлю перед проблемой. И мы будем эту проблему вместе решать. Так что мы будем вместе все работать. А я буду стоять, чтобы не заснуть после обеда. Если вы засните, то пожалуйста потише, чтобы других не пробудить, которые спят. Значит, будет проблема и потом мы будем вместе над этой проблемой трудиться. То есть если у нас есть проблема. То есть проблема, как у нас будет достаточно простая. То есть проблемы, как у нас не было. Это проблема такая простая. В Ранной церкви, во временах первих христиан, христианских школ не было. Я повторяю, и это на следующих пятнадцать минут я буду как-то объяснять, почему и как. Ну вот проблема. Не было христианских школ. Не было школ, где христиане изучали свою веру. И поэтому они шли учиться у своих противников. У так сказать, греков, у велинских школ. Значит проблема в том, что там такое противоборство. Нельзя думать, что они вот так под рукой вместе шли. Чтобы это вам показать на текстах, я вам принес два текста. На каждом столе есть текст императора Юлиана. И тоже Григория Богаслова. Да. И сразу заметил ошибку. Год этот 362. Юлиан императори дикт 362 года. Юня месяца. Сейчас я прочту вот эти тексты и потом мы начнем наше общие задачи. На каждом выборах. У меня все решили, так что они следят по-английски. А есть еще две здесь, две копии по-английски, если кому-то нужны. Только одно должно со мной остаться, чтобы следить мог. Значит, это лето 362 года. Император римский Юлиан посылает письмо, но у него тоже потом выход из закон, где он рекомендует не христианам, извините, не элинам, тектор христианик, которые не эллинской веры, он их рекомендует не преподават в школах. 362. shall keiser Юлианюс анаб välja sellise etiikti, и неудобно, что они не учатся в школе. Ирина, я думаю, что ваш русский был гораздо лучше чем у меня. Хочу вас подождать и читать это как император? Не очень долго. Как долго это будет ждать? Окей, только в течение. Окей, аммм. И так, я инфератор Юлиан. Да. Мы считаем, что истинное учение заключается не в прекрасном звучании речи, но в здравом суждении разумной души и истинных представлениях о хорошем и плохом, прекрасном и постыдном. Я читаю первый параграф, а потом дальше выборочно. И кто думает одну, а учит у своих учеников другому, тот, очевидно, так же далек от преподавания, как и от того, чтобы быть честным человеком. И если у кого-то, если у кого-нибудь в чем-либо, в самом малом, есть расхождение между мыслью и словом, то все равно это зло, хотя и терпимое. Но если кто в величайших вещах думает одно, а учит другому, противоположному своим мыслям, то разве это не образ действий торгашей, причем не дельных торговцев, а самых негодных людей? Ведь они восхваляют больше всего то, что сами же считают наиболее дурным, привлекая и обманывая похвалами тех, кому, как я думаю, хотят усучить свои плохие товары. Итак, всем заявляющим о своем намерении что-либо преподавать надлежит быть людьми нравственными, не таить в душе мыслей враждебных тем, какие они излагают публично, а более всего такими надлежит быть тем, кто наставляет юношей в искусстве слова и толкует древние сочинения, риттерам, грамматикам и еще более софистам. Ведь они хотят быть для других наставниками не только в искусстве речи, но и в нравах, и говорят, что к ним же относится преподавание политической философии. Я думаю, что тут надо все читать. Читай, читай. Спасибо. Правда, это или нет, этого сейчас мы не затрагиваем. Я хвалю тех, кто стремится к столь прекрасной профессии, но я стал бы хвалить их еще больше, если бы они не лгали и не позорили сами себя, думая одно, а обучая своих учеников другому. В самом деле, ведь для Гомера и Геосида, и Демосфена, и Геродота, и Фукидида, и Исократа, и Лисия боги были наставниками во всяком учении. Разве не считали себя одни из них служителями Гермеса, другие — Муз? Чудовищно, думаю я, толковать их творения и быть нечестивыми по отношению к богам, которых те почитали. Но считая это чудовищным, я отнюдь не говорю, что они обязательно должны из-за учеников изменить свои убеждения, а предоставляю им свободу выбора. Или не учить тому, что они не считают хорошим, или, если они хотят учить, то учить прежде всего делом и убеждать учеников, что ни Гомер, ни Геосид, ни кто из тех, кого они толкуют, и чье невежество и заблуждение по отношению к богам они порицали, на самом деле не таковы. Ведь кто при этом кормится, зарабатывая деньги на их сочинениях, тем самым признаются, что они корыстолюбивейшие люди, на все готовые ради нескольких драхм. До сего времени было много причин не посещать храмы, и нависающий со всех сторон страх мог служить извинением тем, кто скрывал истиннейшие представления о богах. Но теперь же, когда боги дали нам свободу, мне кажется чудовищным учить людей тому, что сам не считаешь хорошим. Но если они действительно считают мудрыми тех толкователями и комментаторами, кого они восседают, пусть прежде всего подражают им в почитании богов. Если же они полагают, что те обманывались и том, кого наиболее чтили, то пусть идут в церкви Галиелян, и там толкуют Матвея и Луков. Ваш закон повелевает вам воздерживаться от мяса жертвенных животных. Я же хочу, чтобы и ваши уши и язык, как вы выражаетесь, возродились от того, в чем хорошо было бы всегда быть участником и мне, и каждому, кто делает или думает так, как мне нравится. Такой общий закон для всех учителей и наставников образования. Но никому из юноши не запрещается посещать занятия. Ведь неразумно закрывать лучший путь перед мальчиками, не знающими еще к чему обратиться, и против воли страхом влечив к вере предков. И хотя было бы справедливо лечить их против собственной воли, как лечат безумных, мы оказываем снисходительность всем страдающим этой болезни. Ибо нужно, я думаю, учить, а не наказывать этих безумцев. Спасибо императору. Это прямо в ходе в бою писал. Он несколько недель после этого умер в сражении против Персов. Писал он этот текст в Антиохии в Сирии. Это была военная база Римской империи на востоке. Это Римской империи на востоке. Давайте вот так сделаем. Кому понравилось то, что говорит император? Главные пункты. Главные пункты. Мы считаем, что искренне учение заключается не в прекрасном звучании речи, но в здравом суждении разумной души. Мы считаем, что сунад, каунис кылас, а разумно, муистус, лекинг, как там твое, что он? Значит, учение, образование заключается нефтом учить детей, как говорить прекрасно, прекрасно. Что они имели здравые рассуждения, что они могли хорошо различать, рассуждать, отделять. Истинных представлениях хорошим и плохим, прекрасным и постыдным. Истинных представлений, что у нас есть хорошее, здоровое и здоровое. Кто согласен? Все. Уммолодец, императур Юлиан. Да. Да. Потом второй пункт императора. Чудовищно думаю я, толковать творение вот этих древних мудрецов и быть нечестивыми по отношению к богам, которых те почитали. В чем здесь дело? Дело в том, что многие христиане были преподаватели в этих эллинских школах. Они занимали высокая преподавательская должность. Да. 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 И вот этот список, который он нам дает, Гомери, Зиод, Демосфен, Герудот, Фукедит и Сократ, Лисси и другие, они были в учебниках. То, что ребята включительно христианские дети изучали в этих школах и у них были христианские учители, преподаватели, которые на этих текстах их обучали. И все вместе эллини и христиане над этим соглашались, что на основе этих древних текстов мы можем наших детей учить, как различать, то, что хорошее, то, что плохое. Ни, ни paganликут крееклазед, курика кристлазед, olид ухес, нагу, ухсмелел, и, из-за того, что они могут быть христианские учителем. Поэтому спрашивает Юлиан, почему вы сами христиане это делаете? Если эти древние мудрецы почитали богов своих как боги, а вы это не делаете, то значит у вас совест не чиста. И не только совест. Ну и руки тоже, потому что вы деньги на это зарабатываете. Ну, я вас казнить не буду, говорить вам. Я вам выбор предлагаю. Хадите быть честными, оставьте эту профессию. Хадите быть честными, приходите к нам. Вот такая проблема. Никого автоматом из-за школы не выгонял. В качестве преподавателя, вот то, что я вам преподаю, не было такого законов, император Юлиана, когда он выгнал христиан из школы. У него только призыв. Как вы видите, он говорит под конец, когда ведение делает только учитель, но детях тоже, что мы здесь будем делать. Он говорит, пусть им никто путь не закрывает, пусть им тоже будет свобод. Вот его последнее предложение. Он говорит, пусть им нужно учить, а не наказывать. Мы сегодня слушали Алексея слова Авадорфея совести. Это прекраснейший текст. Ну это на 200 лет после императора Юлиана. Вот в этот критичный период 4. века перед христианами стоял выбор. Светой Агустин в своих исповедях. Пюха Агустин в своих исповедях. Рассказывает историю, это исповеди глава 8. час 5. Он там рассказывает историю профессора риторики, профессора образования в Риме. Который сам был христианином, и который после этого послания императора Юлиана отказался публично от своего учительского поста. Поста как учитель и профессора. Такой был эффект этого послания, который он послал с границы, он на восточной границе был, послал вот это послание. И эффект был, что самый старший профессор в Риме, профессор риторики, отказался от своей работы. Да. Вот такой проблем. Почему? Зачем ходить в школу? Если это школа не соответствует твоим религиозным убеждениям. Если это те, кто там читает. И если те, кто читает. И те, кто читает. И те, кто читает, которые читают. Начинают омер. 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 Да, и все. И они обращивают все неподобающие христиане. Например, Бог Зевс забирает каждую девушку, которая мне понравилась. Они обращивают любое христианство, как и титар, как он любит все, что он любит все, что он любит все, что он любит все. Политическое интриги и так далее. Зачем нашим детям такие тексты показывать? Вопрос, как такой не существовал, потому что христиане уже это делали. Не только свои детей там посылали, но они сами там преподавали. А император им говорит, что ваш закон вам повелит не кушать, не вкушать, а вы держите от мяса жертвенных животных. И для него это тотально обращивание христиане, потому что христиане в храмах это символ этой древней культуры. И он говорит вам христиане, что это запрещено. Да, это был в русской истории такой уродивый, который царю предложил мясо во время паста. И вот он говорит, как мне мясо? Сейчас есть паста. А он говорит, что мясо? Это проблема, что ты людей съедаешь. Вот здесь тоже самое. Он говорит вам мясо запрещено и вы от этого держатся по средам и по пятнице. А какие вы тексти вашим детям даете читать? Вот таки был император Юлиан. Сейчас мы посмотрим, что он за радостью всех христиан скончался очень быстро. Но он перст свой там вложил, где самое больное место было христиане. Они же сами знали, что они делают. Они знали, а? Да. Так что после смерти Юлиана у нас много разных текстов отцов церкви и других, которые отвечают на этот вопрос император. Монашские тексты тоже составляют ответ на эти проблемы. Сейчас мы посмотрим не монашские тексты, а текст Григория Богаслова. Это слово, которое он произнес после смерти его друга Василия. Значит они вместе учились в Афинах. 15 лет Григория Богаслов там прожил. Григория Богаслов там прожил. Василий вернулся раньше, но они там долго вместе были. И в этих школах они обучались и эти тексты они читали. И это слово, 44-3 слово Григория Богаслов очень интересное, потому что оно нам передает атмосфера этой школы. Я буду читать вторая после этого многоточия здесь, просто чтобы вы могли получить какое-то представление о школе, что там было. Да, кстати, я думаю, это на английском нету. Ну просто как-то я не долго буду читать и вы можете наверное это как-то обобщить. Афины приняли нас как речной поток. Нас, которые отделялись от одного источника, то есть от одного Отечества. Они вместе из Каппадокии, это в Малой Азии, кораблем в Афинах учиться. Значит они от одного Отечества увлечены были в разные стороны любовью к учености. Значит они вместе идут учиться. А ученость это эллинская. Вот в чем проблема. И потом как бы по взаимному соглашению, в самом же деле по Божию мановению опять сошлись вместе. Несколько прежде приняли они меня, а потом и Василия, это в школе их приняли, которого ожидали там с обширными великими надеждами. Потому что имя его еще до прибытия повторялось в устах у многих. И для всякого было важно предвосхитить то, что всем любезно. Но не излишним будет приисову купить к слову как бы некоторую сладость, небольшой рассказ в напоминании знающим и в научении не знающим. И рассказ этот, как принимают нового студента в Афинах. Там был такой ритуал, они вместе идут в баню и там какой-то ужас они ему творят. Потом он выходит и уже новый они одевают мантию философскую и он уже настоящий студент. Так что продолжается здесь рассказ, вы прочитаете сами, но он заканчивает здесь, что все которые были, все молодые люди в Афинах имеют, он говорит, безумную страсть к софистам. Они стремятся, он потом описывает как молодой в это времени на конных соревнованиях шел и просто терял свой разум. У них была такая безумная страсть к софистам и это есть эллинская образование, которое император Ильян так попросил учитива, от которого отказаться о них попросил. И ещеное признаch. Кроме того, что на среднем цена, они были сады, которые были вверху. В основном, что в основном, были совхистические линии, что все были были, как и были, как и были. То есть, христиане это делали от своего свободного, это у них был выбор, они это выбрали. Не только выбрали, а выбрали с такой ревностью, с таким желанием. Да, как на футбол, они все идут и толпа целы, все там такое есть опьянение. Да, вот эта атмосфера школы и что там христиане делали, они сами идут, это стоит большие деньги, отец конечно у него много денег, он все это оплачивает и молодой человек идет учиться христиани. Ну, конечно, вопрос Юлиана стоит перед всеми. И вот ответ Григори. Это первый абзац слова о смерти Василии. Полагаю, говорит Григори, что всякий имеющий ум признает первым для нас благом, первым для нас благом ученость. И не только эту благороднейшую и нашу ученость имеется в виду евангелия христианское учение. Нет, не только мы, это мы, это обидно, это обидно, это обидно. Это обидно, что все украшения и плодавитие речи берется за единственное спасение. Не только что наше ученое, наше христианское учение, такое солидное и настоящие, там самое главное, там есть в этом учении, но он говорит и ученое внешную, которые многие христиане по худому разумению гнушаются. На греческом языке глагол здесь, они гнушаются. Тот же самый, который мы используем в ритуале крещения. Это самое, которое мы используем в ритуале крещения. Когда священник, кандидаток крещению, ему говорит плюнуч. Гречески глагол диаптиссо, птиссо, птиссо, вот этот глагол. Здесь по-руски перевод такой красный гнушаются. С одной стороны, император Ульян говорит, быть честными. А с другой стороны, в самом христианстве были люди, которые говорили, зачем нам это гадость, там что есть. Надо это только плюнут и все. Я не знаю, если похоже. На то, что, по крайней мере, в моей Болгарии происходило после развода союза и наше бывшее рая коммунистическое социализм, после после конца этого социализма вдруг пришел запад и мы надеем как-то ну гнушалист смотрелин с недоверием, я не знаю, был, есть, наверное, это всем вам знакомо, вот это проблемное взаимоотношение двух разных культур. Да и поэтому выбрал эти тексты, потому что они нам показывают другой период в истории, где мы как-то в зеркале свое собственное лицо узрет видит можем. Здесь наверно в Эстонии это не так, но в многих других странах, например в Америке или в Англии, есть православные люди, которые своих детей не посылают в школах, они их дома обучают. Если многие сегодня думают, что гамосексуализм и другие такие вещи только сегодня появились, читайте пожалуйста у Иоанна Златууста и его слава Аманаст, что в четвертом веке творилось. И в этих школах тоже. Потому что они такие тексты читали, поэтому потом все было в порядке. Прямо. 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 Прямо, что вы понимали, в чем сейчас происходит. Прямо. Прямо. Прямо, что вы понимаете, как это произошло. Хорошо. Какой ответ Григория? Мы там Григорию себя вастуус накусили. Какой ответ Григория? Нет, 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 нет. Я читаю чуть-чуть раньше. Также об огне, об пищи, железе и прочим нельзя сказать, что какая-либо из этих вещей сама по себе и лифсиво полезнее и лифсиво вреднее. Но зависит от произвола употребляющих. Тащаде коht ei saa öelda, et nad iseenesest oleks head või alvad, vaid nad olenevad just nagu selle tarvitaja tahtest. Даже между пресмыкающимися гадами и Давид и Змеи и всякие другие гады. Есть такие, что мы примешиваем их в целебные составы. Исеки Руума, наду, наду, холкас, on selliseid, mida me tarvitame тоиду. Из яда ядовитых змей мы делаем лекарства. Я мюрки, наду да мюркист, мы даем ее рабимейте. Вот такая дева. И потом он повторяет. И в науках мы заимствовали взял вытащил. Исследование и умозрение. Ну а тринули все то, что ведет к демонам и к заблуждению и в глубину погибели. Мы взяли на них полезные. Даже для самого благочестия. Это христианская вера. Даже для христианская вера. Исследование христианская вера. Через худшее научивших лучшему и немощ их обратив в твердость наше учение. Вот такая выбирательная выбирательная выбирательность. Как пчоли. Пчоли они над всех полях летают. Но выбирают только цветки, у которых хороши запахи. И потом делают мюрки. А вот такие, сами себе христиане представляли как пчоли. Они пчоли были, пчолами были. Кристианская вера. Проблема, что сами греки так своих детей обучали быть пчолами. Это еще в пятом веке до Христа встречается эта аналогия. Что участь, когда ты в школе идешь, ты должен пчелой становиться. Я не буду больше об этом говорить. Я хочу перейти на что-то другое. Я хочу перейти на что-то другое. Две слова здесь я подчеркну. Исследование и умозрение. У меня свой мобильный телефон нету. Но я хотел вам что-то показать. Что имеется в виду в исследовании? Эксетасис по гречески, энкуайри. Это значит взять что-то и разбить пакус. Вот, чтобы в всех разных частях вот так. Это первое слово там. Второе. Синтезис. Контемплейшн. На нашем языке умозрение. Чтобы все вместе как-то собрать, интегрировать. В математике тоже так. Дифференцировать, потом интегрировать. Чтобы потом получился такое интеграальное познание. И Григорий говорит, что этому нас учат древние мудрецы. Григорий говорит, что это обрабатывал мне вана и таргат. Не христианские мудрецы. Не христианские мудрецы. Проблема тоже появляется у Иоанна Дамаскина. Дамаску, с Иоанна, это же самая проблема. Можем это потом говорить. Но Григорий здесь подчеркнул, что этому мы только у них можем научиться. Да Григорий здесь очень рахтас седа, что только нендель мы можем научиться. Это похоже на то, как когда-то, когда мы хотели что-то строить, мы немцы приглашали нас научить. Научили потом мы сами делаем. Кому интересно, читайте, пожалуйста, книжка «Немецкое зло». Чья книжка? Написана она была до начала первой войны, первой мировой войны, где русский писатель обвиняет самих своих русских собратьев о том, что они внутри немцами стали. Зачем тебе с внешними немцами бороться, когда ты с том, который внутри тебя не смог перебороться. Немецкое, русская такая книга «Немецкое зло». Если хотите, я вам могу послать. Но вот здесь такая проблема. Мы только у них можем этому научиться, а потом мы это будем применять так, что оно нам помогало. Если поступает так, христиане честными остались, я это вам оставлю судить. Ну, с точки зрения истории, исторического развития, этот момент является переломным. Только после этого момента выходит христианство как мировая религия. И не случайно, вот эти люди, которые этим гешефтом, эти торговли занимались, Григорий Багаслов, Василий Великий, Иоанн Златууст. Мы их сейчас называем вселенскими учителями. Немецкое, что мы не именем, мы не именем, мы не именем, мы не именем, мы именем, мы именем, мы именем, мы именем, мы именем, что вы не только что поняли, но почувствовали. что-то, которое до сих пор никогда нигде не существовало. С создателями будем, творцами. Вчера был такой замечательный доклад, который говорил о том, как здесь в школе вы рассказываете детям, мифы древних народов, потом историю ветхова завета, нового завета и переходите. Вот такая есть градация. Те, это все можно раздать всем столам. Наверное, каждому столу. Да, да, да. А вам, наверное, три года. А, Лиина. Лиина. Но я объясню. Вопрос такой, почему те ноли с христианами туда? И, миг с христианами здесь тэмбас, ниимоди, нега, что же там было? И, как приобретал, приобретал человек в четвертом столетии, вот это умение, анализы и синтези. И, миг с христианами, и, миг с христианами, что мы не обозлили, это значит, украли. Че, как Григори, что мы не обозлили, это значит, украли. И, миг с христианами, что это там было в этих школах, что тебя обучало этим умением. Миссал, 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 что всем уже, у меня еще четыре, такие или три. Такой текст, который называется Preliminary Rhetorical Exercises. Здесь еще нужен текст кому-то? Да. К сожалению, я только это на, у меня только на английском, но я объясню, так что все, наверное, поймут. Этот текст тоже с этого времени, четвертого века. Име автора, Афтониус. Он учился в Сирии, в Антиохии, в тот же самом городе, где император Julian прибыл, когда он написал вот это письмо. И, наверное, в то же самое время, потому что император там был в 1962 году. И учитель самый известный, который там был, назывался Ливаниус. Это был учитель Иван Златовуста. Это был учитель Иван Златовуста. Иван Златовст, это писатель святой четвертого века, которого имя мы каждый раз в православных службах по воскресеньях слышим, потому что литургия называется по его имени. Это был учитель, который у нас есть конспект, потому что это есть конспект. Это уровень до университетских. То есть уровень наше школи здесь. Ну, мы ездят прянусь колью. Начинаем с возрастом 7-6-7 лет. До 15-15 лет. Здесь такая последовательность. Начинаем с того, как это обсуждать закон в парламенте. Последнее, как предположить закон в парламенте. Как предположить закон в парламенте. То есть они готовили своих детей стать лидерами. Начинаем с этими баснями и кончаясь, как это обсуждать закон в парламенте. Начинаем с этими баснями, и кончаясь, как это обсуждать закон в парламенте. Ну, что-то происходит в этом курсе образовании. Когда ребенку предлагается с этими мифами что-то делать. И как-то обрабатывать. Чтобы оттуда вытащи этих двух умений. Ненавидность, как вытащи этих умений. О которых говорил Григорий. Умение исследования, анализис. И здесь умозрение, теория. Сейчас я вас попрошу вот так сделать. 15 до 3.15 часа. Я вам даю 5 минут, чтобы каждый стол выбрал себе какой-то миф, какую-то историю или из эстонских сказок, или из болгарских сказок, или из библии, русских, да, конечно. Какую историю себе? Красная шапочка вам пожалуйста. Или что вы хотите? И сейчас какая у нас задача? На несколько минут придумать себе рассказ. Как ты расскажешь эту историю, Красная шапочка? Ига лауна. Ига лауна. Вдоба ükskõik millise müüди, jutустuse, муинас jutу. И как вы можете сделать это? И как вы хотите сделать это? Вдобавить это 5 минут. И давайте так сделаем. Все будем о красной шапочки говорить. То есть все пунемицы. Чтобы было легко. Потому что у нас нет времени. Но будут по всем столам разные задания. а дико лаутсап серийного улессанте мы расскажем детям значит вы представьте что вы сами дети да право так и тетал тизелапсад вопрос очень хорош сейчас мы нам нам шесть лет семь и потом мы будем расти и вот сейчас две три минуты просто подумать как если ты ребенком был как ты расскажешь сказку это китай селакс лапси кутос не дает то сейчас так значит там и каждый стол вот над этом задумывайтесь и потом мы продолжим две минуты нет все красной щапочкой будем занимать ну подумаетесь нет 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 это это потом мы сейчас самом начале где фейблы на роды где басни и рассказ первые две упражнения были басни и рассказ сейчас мы будем рассказывать о красной шапочке пускай каждый стол от этом подумает на минутку и мы потом начнем вместе кто-то будет вашим как-то представителем стола и будет рассказывать сказку как ребенок рассказывает как ребенок и Ну давайте, если уже так время идет. Вот, надеюсь, что у всех есть одного, который будет как-то рассказывать, одного рассказчика. И, пожалуйста, мы будем все вместе слушать. Так, начнем вот отсюда, хорошо? Пожалуйста, пожалуйста. Да. Я современная девочка, которая насмотрела современных мультиков, и нет дела до тех архаических красных шапочек, которых читали в детстве в моем возрасте. И вот в рамках этих представлений есть некая семья, совершенно бесшабашная, которая вообще не думает ни о чем дальше. Самой маме, конечно, влом посещать свою собственную маму, поэтому она безрассудно снабжает свою молодую дочку пирожками, еще там чем-то, мол, иди давай бабушку там типа навести, как там у нее дела и так далее. Ну а девочка приколистка, конечно, да? Она знает, что масса всяких приключений, она абсолютно довольна, что ее отпустили из дома, весело идет, ей пофиг все собирает, там ягодки, песенки поет. В общем, в конце концов добирается до этого, так сказать, места, пропускаем места, где там уже волк там съел и бабушку, в конце концов волк там ее там тоже схрумкал, да? Но самое главное, что в лесу-то тоже есть специалист волк, которому эта девочка интересна, естественно, охотник, которому девочка-то интересна. А тут он понимает, что он такой крутой пацан, сейчас он выйдет, там всех положит. И в общем, в конце концов, вот этот охотник, ну, волку это он, значит, пристроил, и довольная красная шапочка, дальше попевая песенки, стала дружить с охотником, что и было надо для девочки. Ну, а про маму и про бабушку мы ничего не знаем, потому как это неинтересно. Ну, так свершилось. Прекрасно, да. У вас рассказ есть о красной шапочке? Мы там поняли, что это за ребенок? Да, хорошо. Конечно, ребенок, чтобы он насмотрелся в современных муки. Ну, ваш ребенок как расскажет? Давайте я попробую. Да. Я попробую тогда, вы носите, да? Я попробую вернусь до этой сложности, поскольку рядом очень много детей такого возраста возле меня. Я попробую вжиться в этот возраст. Жила-была бабушка, у которой была внучка. Мама отправила свою дочку проведать бабушку. И отвесили пирожков. Вот идет красная шапочка по лесу, собирает цветы и ягоды. Вдруг откуда делась здесь? Потому что волк, куда идешь? Я иду к бабушке, сказала красная бабушка. А где увезет твоя бабушка? Конечно. Позвал нас дальше. Приходит в это время волк к бабушке. Бабушка, бабушка. Ой, что я в этом сказала? Я делаю образ обратно. Подключал волк к бабушке здесь. А бабушка и свалит. Потяни ее замеровочку, двера откроется. Волк готов. Дел бабушку. Делаю ее чепчак и лег. И ждет красная шапочка. Вот пришла красная шапочка. Сучится в лес. А бабушке говорит. Ну, бабушка, потяни ее замеровочку. Три ротку, мальца. И славится. Смотрит. Бабушка, бабушка. Какой большой волк. Да, вот. Видит. Бабушка, бабушка, я чего зятой уши? Это что бы у тебя? Хорошо ты мне обжадно ларишься? Вот она сказал. Бабушка, почему они такие большой ларишь? Это это что бы у тебя сидеть? И проголосил красную капочку. Ну, неподалеку были охотники, но они вышли в лесу и пришли в дом. Они распороли же бутылку, и оттуда вышла бабушка и мишка. Красная бабушка. Я так постаралась, как бы это рассказала. Это прекрасно, прекрасно, спасибо большое. Я знаю, что у вас тоже есть красные шапочки, и вы хотите о них что-то рассказать. Но я вас что-то предложу сейчас. У нас был хороший рассказ. А уже второй рассказ был другим. У нас уже был диалог, разговор там шел. Уже потом, когда человек лучше становится словом, общаться со словом. Он начинает как-то драматизировать рассказы. Это мы их тоже учили, как это делается. Сюда учили, как это делается. Сюда учили, как это делается. Но их что-то не хватало. Ага мэлемал яй, как это делается. Чтобы басни была басни. Конечно, под конец есть мораль. Так что, можете ли вы подумать и нам сказать, какой мораль этой басни? Не разговаривай с посторонными. Мораль. У вас? Не трать время. Не заворачивай с дороги. Не заворачивайся. Не сворачивай с дороги. Не сворачивай, извините. Не сворачивай с дороги. не будь жаден не будь жаден хорошо у нас у нас появился уже все что нужно первокласснику второкласснику рассказ и этот рассказ ты должен хорошо уметь рассказывать в этом возрасте этот яд этот мораль это урок который ты хочешь передать потому что вы помните что империатор говорил что суть образование различать добро от зло это все мита юли аэнус и теседа кур ядик хея я курья вахет вахе но в этом возрасте ты это тоже можешь только сделать на основе вот этих рассказов этих мифов этих историй и как когда мы парадсетаму кал пол даем это все там или апельсин или другие вкусы и сладка все они пьютят правильна да если ты ребенку сказать не разговаривай с посторонными и а сом вчера потерялся когда ваша коллеги рассказывал нам историю я просто там так на это все это большее как когда уже ты готов застрелиться так сказать когда уже ты готов застрелиться так сказать когда все осталось воносы мораль приходит а даже иногда и без морали можно обойтись Этот древнейший метод педагогики существует во всех культурах, нашли его на этих табличках в Бабилоне. И рад, что до сих пор это практикуется здесь, например, в вашей школе. Сейчас нам нужно перейти на более высокий уровень, потому что, как мы уже знаем, они не только на карьеру рассказчиков подготавливали. Упатажа на жармиселе таземе, потому что они не готовы. Вот например другой рассказ. Приходит Дед Мороз и детям подарки приносит. Не всем детям, только добрым, только те, которые слушались и так далее. Это святой Николай в одних странах, святой Васили в греческих странах. Это пюха Николавский, уеха Васили в 2. Ну, взрослых уже не детям. А почему Василий Дед Мороз мне из ТК Макса, это вирига, как это называется, супермаркет в Англии? Мне подарок принес. Ага, миг с нейривана муле супермаркетис? Ему же конечно нету этого Деда Мороз. Подарок ты мама мне купил. Я на глазах вижу, что ты не спала всех этих подарок обвит и приготовить мне. Тоже самый вопрос, когда подросток спрашивает о библейских историях. И что учителю делать? Можно, как в рассказе о святом Серафиме и Матавилове. Молодой человеку говорить, что ты таких вопросов не спрашивай. Делай, что тебе приказано. А можно с этим моментом созревания что-то другое сделать. Тот цветок, который там показывается из-под снега. И какие-то там венки из этих цветков сделать. Древние учители и поэтому христиане туда стремились этим искусством они владели до совершенства. У меня времени нету, чтобы вас по всему курикулуму как-то это курикулум. Но у нас будет такой момент концентрации на последних 10 минут. На первой странице вот этой английской, этого английского текста есть refutation и confirmation. А проверку и подтверждение. После того, как уже ребенок научился рассказывать сказки. Предлагает учитель такое упражнение. Я вот сейчас это вам предлагаю. Пускай на каждом столе вы на двух группах разделитесь. Сами выбирайте, кто будет про, кто будет контрат, кто будет за историю, кто будет против этого рассказа, против этого мифа или... Здесь древние учители Афтони, который был учеником учились они вместе с Йоанном Златустом говорит, что this exercise, это по-английски я говорю, includes in itself all the power of the art of rhetoric. В этом упражнении спрятана вся сила. В этом упражнении, когда ты этому научишься, будешь потом ты свободным и способным против истории других выступать. Если вы задумаете, что представляет себе война, например. Когда вы думаете, что это представляет, что это не так? Когда вы начнут автоматы и танки стрелять. Люди себе придумали какую-то историю, какой-то миф, какую-то этногенезию, я не знаю, что, за которую они готовы умереть. И они хотят других в эту историю включить, чтобы они тоже как ними были, тоже мы все вместе в этой истории живем. Я красная шапочка, ты волк, но мы вместе. Люди не воюют за другого, чем за этих историю. Каждый за свою собственную историю воюют. Это в семьях тоже так. У меня такая версия. Это так произошло, ты не так, ты сказал, я так вот так и начинается война. Это так, что христиане хотели приобрести в этих школах. И когда они это приобрели, потом они начали против своих учителей этим оружием стрелять. Когда они со своими противниками покончили, они начали между собой. И это до сих пор. Но умения они в школах получали, и давайте мы сейчас увидим как. Значит, вы рассказали историю о красной шапочке. Чтобы эту историю подтвердить или опровергнуть, нужно было по этих ступеньках идти. История она, вы видите это здесь, clear or unclear. Она ясна или не ясна? Ясна то, что ты сказал или не ясна? Если не ясна глупость, мне нужно потом больше слушать. Если ясна, переходим на следующую ступеньку. Is it credible or incredible? Верить можно или невероятно это все? Войдумка какая-то. Possible or impossible? Можно ли это случиться или нет? Можно ли, чтобы волк поглотил человека? Logical или illogical? Логически это все построено или нет? Противоречие, если в истории отвергаешь. Он сам себе противоречит, все, выходи. Appropriate. Это подходит нашему собранию или не подходит? Где там такие истории порассказывать? Можно, можно, не можно. Beneficial, non-beneficial. Это помогает кому-то? Польза от этого, кто-то получает пользу или не получает? Конечно, ты можешь это сделать только тогда, когда не обсуждается факт. Факт, например, то, что сейчас я прыгнул. Вы все это видели? Это факт. Слонце светит, факт. Обсуждать этого. Но когда не такая ясность, фактическая ясность, что, например, гравитация. Когда существует какая-то вероятность, что это так было или так. Например, у Саддама Хьюсеина оружие массового истребления. Никто не знает. И встает премьер Англии и всех как-то убеждает, что это вероятно. Если это вероятно, то это опасно. Это опасно не только нашим союзникам в Кипре. Но если они долгают такие бойные ракеты, это и нам тоже опасно. И так далее, и так далее. Это называется убеждение на основе этой неясности, потому что это не факт. И потому что история, вот эта красная шапочка, это не факт. Это не факт. Если эта история выдумана, то можно ее обсуждать. Так что сейчас на несколько минут вы разделите пополам каждый стол. И пускай одна сторона защищать историю, что была такая шапочка, что с ней тоже случилось, что рассказывать и так далее. А другие эту историю опровергать. Да. 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 все логично все ясно ничего странного сейчас он уже сам себе провалил потому что он только заявил но не объяснил а ты так да хорошо хорошо подождите 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 да хотите на все ясно все как это было все ясно да потому что изложение оно последовательное да понятно что произошло понятно что зачем случилось да да дети ходят сами в магазин гуляют в лесу то есть это кредит в эстонии волки в эстонии волки в эстонии природа очень сильная да такая прямо пышная природа и бывают конечно же а эти дошкольники маленькие обычные волки волки есть школьники есть школьники есть да мама отношение а мы свое детство когда вспомним вообще по стройкам лазерной лесу сами гуляли так но охотники очень добрые вообще эстонии все отлично отлично все защитили защитили бы истории переводить нужно давайте с другого стола кто будет против историю выступать то очень невероятно что ни один человек ни одна мама не запускает своего ребенка еще к больной бабушке то есть а еще свином в корзине волки не говорят а волки не говорят у вас волк так хорошо никто не слышит потому что тихо разговаривает значит у нас уже есть те кто выступили за и те кто против историю выступили да пускай они воюют час но у нас время закончилось у меня последнее что-то вам передать смотрите какой у нас какая у нас радость получилась потому что мы говорим о вещах в которых мы не верим на этом лето миле раммель сиин валя туле александр рамм раги мастерест мидам ме юсу нам леко об этих фантастично и хисторик так но если мы христиане, например, я не знаю, если у вас был бы такая свобода, свобода, таким способом говорить о рождестве или о воскресении Христа. Я думаю, что нет. Правда или нет? Поэтому нам древние сказки нужны. Поэтому они сохранились. И сохранились они христианами. Во всех веках, средневеков и так далее, христианские учители делали то, что Юлиан им запретил делать. Так что мы являемся законными преступниками. Законными только потому, что мы это так долго делаем, что уже все забыли, что здесь преступление лежит. Когда вы вашим детям будете эти сказки рассказать. В школе или дома. И они скажут, что папа, это неясно, не логично, невероятно. Это, конечно, интернет. Спасибо. Всего вам доброго. Весь тоже в воскресе. Спасибо. Воскресе. Спасибо. Спасибо. а